Сентябрьская погода в Татарстане Здравствуйте, это новый сезон программы КФУ «Итоги недели». Изменения коснулись и Казанского университета. Новый учебный год начинаем с ударных новостей. И вот о чем мы поговорим сегодня. Возглавить один из старейших университетов России – это большая честь. Новые назначения и глобальные задачи. Как начался учебный и научный год в Казанском федеральном университете? КФУ просто удивительно. Прием еще не завершен. Кто они? Самые юные студенты КФУ. Позволяет обучающимся университетам, которые приняли участие и выиграли грант в рамках приоритета 2030, получить на абсолютно бесплатной основе дополнительную квалификацию. Цифровые кафедры. Кто сможет получить дополнительное IT-образование? КФУ – университет мирового класса. Такую оценку дал глава Миноборнауки России Валерий Фольков в ходе расширенного заседания ученого совета вуза. Министр науки и высшего образования посетил университет в рамках рабочей поездки в Татарстан буквально накануне нового учебного года. Визит был связан в том числе с представлением коллективу нового ректора Казанского университета. Им стал Ленар Сафин. Для Татарстана имя Ленара Сафина широко известно. Бывший министр транспорта именно в его годы работы о республике заговорили как о настоящей дорожной индустрии. Регион стал одним из лучших по количеству и качеству новых и отремонтированных дорог. А татарстанские дорожные компании взялись за подряды в других субъектах Российской Федерации. Далее была работа сенатором в Верхней Палате Парламента. Но не все знали, что Ленар Сафин не просто выпускник Казанского университета. Он когда-то и преподавал здесь, получил ученую степень. Одним словом, свои научные знания, достижения он приобрел в родной альмаматор, куда он и вернулся в новом качестве. Представляя назначенного главу Федерального университета, президент Татарстана Рустам Мениханов уточнил, вопрос о новом ректоре носил определяющий характер для будущего всего научно-образовательного комплекса республики. Как прошло представление Ленара Сафина и как начался учебный год в Казанском университете, расскажет Эльвина Минабуддинова. Императорский зал Казанского федерального университета. Эти стены свидетели двух столетий. От власти императоров до революционного крещения Ленина. Сегодня зал по праву является монументом и очевидцем важных исторических событий. Одним из них стало недавнее заседание. Его основная цель – представление нового ректора главного университета республики. Хочу поприветствовать всех в императорском зале Казанского федерального университета на расширенном заседании ученого совета. В качестве почетной гостиной торжественной церемонии присутствовали представители республиканских министерств и ведомств, научных организаций и вузов, сотрудники университета. Главными гостями стали глава Миноборнауки России Валерий Фальков и президент республики Рустам Миниханов. Ректор должен быть выпускник нашего вуза. И в этом смысле Ленар Ринатович вам хорошо знаком, выпускник 1993 года. И не просто выпускник, а человек, который преподавал, а следовательно, он понимает и знает и традиции, и дух университета. Университет продолжает уверенно трансформироваться в уважаемый бренд не только в нашей стране и далеко за пределами. Хочу от имени руководства республики поблагодарить весь педагогический состав нашего университета за ту работу, которую вы проводите. Ну и наш университет – это гордость нашей республики. Ленар Сафин не только являлся выпускником КФУ, но и успел проявить себя в качестве преподавателя. 13 лет преподавал на кафедре истории и права. После был министром транспорта и дорожного хозяйства республики. За это время были проведены масштабные ремонтные работы. Так Татарстан вошел в топ регионов с лучшим дорожным покрытием. Ленар Сафин являлся членом Совета Федерации России. 2022 год. И снова образовательная деятельность в стенах родного университета. Работать ответственно и честно – такое обещание дает ректор. Возглавить один из старейших университетов России – это большая честь, как выпускнику этого университета, и большая ответственность. Рассчитываю продолжить выбранный курс на подготовку востребованных специалистов на базе классического университетского образования. Я создаю всю серьезность и ответственность за коллектив вуза, которая на меня возложена. Обещаю работать честно, на совесть, и рассчитываю, коллеги, на вашу поддержку. К своим полномочиям ректор приступил незамедлительно, а иначе и быть не может у вуза с такой активной общественной жизнью, как в КФУ. Уже 1 сентября в деревне универсиады состоялся праздничный концерт в честь первокурсников. Дорогие первокурсники, вас приветствует Казанский бедральный университет! Будьте активны, позитивны! Ректор вуза вручил студенческие билеты, зачетные книжки и сувениры первокурсникам, победителям и призерам всероссийских олимпиад и обладателям высоких баллов ЕГЭ. После вручения вместе со студентами принял участие в торжественной церемонии закрытия капсулы времени, где в общую колбу первокурсники поместили свои пожелания. Студенческие вокальные и танцевальные коллективы выступили на празднике, и ректор не оставил без поздравлений первокурсников. Я думаю, у всех у вас в будущем останется частичка вот этого духа, вот этого ДНК Казанского федерального университета. Поэтому еще раз поздравляю вас, наши первокурсники, в добрый путь! Вместе с президентом республики и министром науки и высшего образования ректор также успел посетить набережно Челнинский институт КФУ. Ознакомились с возможностями инжинирингового центра института, посетили научно-исследовательские лаборатории. Гостям сообщили, что ежегодно в стенах института сотрудники ПАО КАМАЗ проходят повышение квалификации и переподготовку по 30 различным программам. В этом году набережно-челнинский институт успешно прошел конкурсный отбор на создание и развитие передовой инженерной школы «Киберавтотех» совместно с индустриальным партнером ПАО КАМАЗ. В течение трех лет планируется открыть четыре новые образовательные программы бакалавриата, пять программ магистратуры и одну специалитета для подготовки инженерных кадров. По проекту для КАМАЗа будет подготовлено 132 инженера. Помимо этого появились девять новых программ повышения квалификации и четыре программы профессиональной переподготовки по актуальным научно-технологическим направлениям и цифровым технологиям. По ним пройдут обучение 360 инженеров КАМАЗа. Планы на этот год в ноябре догнать показатели. Продолжить поддерживать выбранный курс, готовить востребованных специалистов на базе традиционного вузовского образования. Такой вектор определил для себя ректор КАФУ Ленар Сафин. Сосредоточиться на обучении, исследованиях и науке, превращая идея в технологию. Лозунг ректора Казанского университета. Эльвина Минабудзинова. КАФУ. Итоги недели. Казанский федеральный университет – один из крупнейших научно-образовательных центров России. Здесь обучаются более 48 тысяч студентов. Из них более 10 тысяч из зарубежья, представляющие свыше 100 стран мира. В составе КАФУ 15 институтов. Один факультет, две высшие школы, два профильных филиала, передовая инженерная школа, инжиниринговые центры. Это одна из причин, почему ежегодно Казанский университет выбирают тысячи абитуриентов. Не каждому из них удается стать студентом КАФУ. ВУЗ выбирают выпускники не только общеобразовательных учреждений, но и колледжей и техникумов, а также высших учебных заведений, получающих дополнительное образование на бакалавриате и магистратуре. В рамках этой категории встречаются возрастные абитуриенты. А есть и те, кому только исполнилось лишь 16 лет. С некоторыми из них познакомилась наша съемочная группа. Новый учебный год и вместе с ним новые перемены. Уже не школьные, а студенческие. Не успев выйти из-за парт, школьники прямиком отправляются подавать документы в желаемые вузы. Казалось, самая сложная сдача госэкзаменов позади. Но остается один из самых важных этапов – поступление в вуз. Это отдельная процедура, и через нее вынужден пройти каждый абитуриент. Совсем недавно и здесь в здании приемной комиссии КФУ кипела работа приема встоки с самыми различными направлениями и горящие глаза абитуриентов. Их число в этом году составило почти 42 тысячи. На 10 тысяч больше, чем в прошлом году. А ряды студентов в вузы пополнили порядка 14 тысяч абитуриентов. Но и это не конечная цифра. Впереди приказы о зачислении на заочную форму обучения по контракту. А также отдельный конкурс для иностранных граждан заочной формы обучения. Совсем еще юная, но с большим желанием учиться. Документы в Казанский университет подала Хадижа Махмутова. Хадижа стала одной из самых юных первокурсниц этого года. Ей всего 16 лет. В возрасте, когда некоторые только определяются с профессией, Хадижа находится на пороге получения высшего образования. Хадижа пошла в школу вместе со своей старшей сестрой. Родители решили, что окончить школу вдвоем будет лучше. Хадижа сдавал 4 предмета ЕГЭ. Профильная математика, английский, общество знания и русский язык. Общее количество баллов, которые ей удалось набрать – 321. Но для поступления ей пригодились только 259 из них. Хадижа обучается по направлению прикладная математика. Подавала Хадижа и на совершенно противоположное направление – философию. Именно там девушка хотела обучаться. Но для поступления на философское направление не хватило баллов на бюджет. Однако Хадижа не расстраивается. Обучаясь на прикладной математике, она понимает, что это перспективное направление. Из плюсов я вижу перспективы в трудоустройстве. Помимо этого, сама по себе специальность довольно интересная. Тоже программирование – это очень полезный навык. Не жалеет Хадижа и о выборе КФУ и делится тем, что ее удивило. Я удивилась, насколько он современный. Потому что я слышала рассказы своих одноклассниц, которые поступили в другие вузы. И у них условия не такие хорошие. То есть они там вынуждены вититься в какой-то маленькой комнатке по 30 человек. Так что по сравнению с этим КФУ просто удивителен. Хадижа – очень разносторонняя девушка. Она увлекается философской, политической и художественной литературой. Занимается бисероплетением и рисованием. Мысли о философском направлении девушка не отбрасывает. В качестве дополнительного образования в будущем Хадижа думает о поступлении на заочную форму обучения. А этого молодого человека зовут Муслим Хамаев. Ему так же, как и прошлой героине, всего 16 лет. Он поступил на единственный факультет КФУ – юридический, который находится в главном, белоколонном здании университета. Муслим приехал издалека. Он родился в Дагестане, а закончил гимназию в столице Чечни, в Грозном. Но получить высшее образование Муслим решил в Татарстане. Молодой человек объясняет это тем, что КФУ входит в топ-10 лучших вузов России. Школьная учительница Муслима также окончила Казанский университет. Посоветовавшись с ней, он сделал свой выбор. Подача документов мне помогал отец. Я ему просто скидывал все документы, и он отправлял их в КФУ. И нам просто сказали предъявить оригинал аттестата. Мы прилетели в Казань, отдали. Но мы еще точно не знали, меня взяли или нет. Так что мы могли обратно вернуться за аттестатом. Еще не знали точно, поступил или нет. Но у Муслима были все шансы. Хорошие баллы ЕГЭ, красный аттестат и золотая медаль. Выбор в пользу юридического не случайен. Отец Муслима является юристом. Именно по его стопам последовал юноша. Помимо учебы, Муслим занимается футболом. В будущем он планирует продолжать развиваться в этом спорте. А пока он адаптируется в ВУЗе. Сейчас для него все новое и интересно. С этого учебного года появилось множество новых профилей и программ обучения. Это инженерное направление и специальности по программированию. Биомедицинские технологии – одна из новых программ. Казанский федеральный университет – это классический ВУЗ. И мы стараемся поддерживать высокую конкурентоспособность у абитуриентов, открывая новые и привлекательные для поступления направления. Можно отметить в общем развитие учебных программ, на которые в этом году ввелся прием. Около 90% абитуриентов в этом году подавали дистанционно. По словам ответственного секретаря приемной комиссии КФУ, документы подавались через портал госуслуг и сайт ВУЗа. Для тех, кто поступал очно, также были отведены специальные зоны для заполнения анкет онлайн. Особенности приемной кампании этого года хотелось бы отметить, что КФУ активно принимал участие в продвижении проекта «Поступивый ВУЗ онлайн». Это суперсервис в рамках формата портала госуслуг. 50% подавали документы через портал государственных услуг. 50% абитуриентов поступали через нашу систему «Буду студентом». Но как такового очного ручного заполнения заявлений у нас не было. В этом году мы разработали довольно-таки удобную простую систему для абитуриентов с применением цифровой подписи первого порядка. И все заявления, которые формировались, они формировались внутрисистемно. Подпись ставилась тоже внутрисистемно при нажатии кнопки. Взаимодействовать в удобном для абитуриентов формате – правила работы приемной комиссии. Давно применяются системы и дистанционного проведения вступительных испытаний с применением прокторинга. Это очень хорошая, очень умная система, которую очень тяжело обмануть. Она зарекомендовала себя, поэтому мы всецело поддерживаем, тоже развиваем этот трек сдачи внутренних вступительных испытаний. Понятно, что приемная кампания для нас, для сотрудников вуза и для сотрудников приемной комиссии – это вещь несколько обыденная, но для абитуриентов каждого года – это волнительный процесс. И мы стараемся этот волнительный процесс и все вот эти переживательные моменты загладить, пойти навстречу, взять за руку и комфортно провести через прием. Обучение дистанционно не планируется. Пандемийных мер прошлых лет нет. 1 сентября студенты очной формы приступили к обучению внутри стен вуза. А первокурсники получили свои заветные студенческие билеты, зачетные книжки и карточки для получения стипендии. В этом году для поступления было выделено более 7 тысяч бюджетных мест. Последний приказ о зачислении будет выпущен 26 сентября. Получить IT-образование, причем в качестве дополнительного – такое возможно. В Институте передовых образовательных технологий КФУ разработано обучение цифровым компетенциям. Получить дополнительную квалификацию по IT-профилю могут студенты как профильных, так и непрофильных направлений. Например, гуманитарий. В чем суть проекта? Кто может стать студентом цифровых специальностей? Об этом мы поговорим с директором Института передовых образовательных технологий Казанского Федерального Университета Светланой Котенковой. Здравствуйте, Светлана Николаевна. Добрый день. Так что это за проект «Цифровые кафедры»? Расскажите нам. «Цифровые кафедры» – это проект Министерства цифрового развития Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации. И реализуется он в рамках национального проекта. Что он нам позволяет? Он позволяет обучающимся университетам, которые приняли участие и выиграли грант в рамках приоритета 2030, получить на абсолютно бесплатной основе дополнительную квалификацию. То есть, внимание, это не просто дополнительное образование, это именно квалификация. То есть, они получат удостоверение о профессиональной переподготовке. И сделать это могут студенты, обучающиеся на втором, третьем, четвертом, пятом курсе, в зависимости от того, учатся они на бакалавриате или специалитете. А как проходит процесс обучения и вообще процесс поступления? Смотрите, любой обучающийся, если он попадает под те критерии, которые я только что назвала, он может подать заявку. И в частности, в Казанском университете мы реализовали электронную запись, студентов оповестили. Более того, у нас действует институт кураторов, которые работают напрямую со студентами. И они, подавая заявления на программы, на них будут автоматически зачисляться. Единственное, есть одно ограничение. Наш учредитель четко разделил две позиции. У нас есть обучающиеся на направлениях подготовки, связанные уже с формированием IT-компетенции, и не связанные. Именно поэтому в Казанском университете мы запустили пять программ. Две для тех, кто уже и так учится по IT-направлениям, а еще три программы, соответственно, для тех, кто обучается на всех других направлениях подготовки. Поэтому нужно желание, уверенность в том, что он сможет осилить дополнительную профессиональную программу. И в добрый путь. То есть мы стартуем с 1 октября. А вот само обучение будет проходить с помощью методов дистанционного обучения? В том числе, конечно же. На сегодняшний день мы четко понимаем, что обучать цифровым компетенциям, не использовать цифровую образовательную среду, абсолютно невозможно. Поэтому, понимая, что, например, мы планируем, что с 1 октября в Казанском университете стартует обучение для 2400 человек. Это очень много. Но мы понимаем, что они учатся на основной образовательной программе. Поэтому по нашим замыслам порядка 70% образовательного процесса будет проходить в электронной среде. Причем здесь будут несколько форматов. Это и формат онлайн-курсов, но и вебинарные практики, которые отличаются от кампусного обучения исключительно тем, что преподаватель и студент не находятся в одной аудитории. Не более того. А вот я знаю, что завершающий этап обучения – это защита проекта. А каких проектов мы ждем от студентов? Это на самом деле большая интрига с одной стороны, большой вызов и большие возможности до наших обучающихся, потому что учредитель нам рекомендовал проводить итоговую защиту в форме не просто защиты проекта, а демоэкзамена. Что для нас это с вами всех означает? Что мы сможем присоединиться и увидеть результаты обучения в сети, когда это будет транслироваться. Демоэкзамен будет заключаться в следующем, что студенты будут выполнять конкретную прикладную задачу. То есть это не теоретическое исследование, это не какой-то обзор, это конкретная IT-разработка. А вот здесь вызов. Студент выберет для себя какую-то новую траекторию в образовании и сделает проект в новой сфере, либо же этот будет дополнением к его основной профессиональной задаче. Например, если это студент выпускного курса, он занимается лингвистикой, то он может сделать какую-то разработку, связанную с приложением, с оцифровкой контента филологического. И тем самым он это может включить в свой диплом по основной образовательной программе. Поэтому вот в таком формате мы ждем и доковые проекты. Это будет прекрасно, потому что такое большое количество разработок появится в нашей образовательной среде. Я думаю, что и компания из реального сектора экономики тоже заинтересуется. Обязательно, потому что в процентном соотношении около 30% образовательной программы – это практические занятия с индустрией. Причем они будут проходить в нескольких форматах. Это будут и мастер-классы, и вебинары от представителей ведущих, причем представителей индустрии, и будет и практическая стажировка. Поэтому наши компании, всем, с кем мы содействуем, а более того, этот проект позволяет нам привлечь и расширить спектр участников IT-компании, они все будут вовлечены в этот образовательный процесс. Прекрасная возможность. Если бы у нас такое в свое время было, это, конечно, мечта. Именно так. Многие преподаватели уже задумались, и у нас поступают заявки. А можно и нам пообучаться на этих программах? Конечно, это же большая возможность. Ну и в завершении, да, хотелось бы вас спросить, как эксперта. Вот во время пандемии был такой всплеск цифровых образовательных ресурсов, онлайн-курсов. А вот сейчас, кажется, ну, по крайней мере, в информационном поле все-таки меньше мы об этом слышим. Как вы оцените в перспективе? Ну, смотрите, в пандемии нам показалось, что нужно все, что было, достать. Вот все, что было накоплено десятилетиям до этого процесса. И в период, когда резко надо было переходить, мы интенсивно нагоняли, если у нас где-то были пробелы. А сейчас мы поступаем вдумчиво. И перешли от формата количественных характеристик, характеристикам качественным. Потому что электронное образование, безусловно, имеет ряд неоспоримых преимуществ, как для преподавателей, так и для обучающихся. Доступность контента 24 на 7. Проектирование контента с помощью цифровой дидактики. Замеры психометрические, которые позволяют улучшить качество оценочных средств. Поэтому на сегодняшний день мы, как Казанский университет, ставим прежде всего задачу повышения качества проектирования образовательного контента. А если мы посмотрим на спрос со стороны обучающихся, то он ни в коем случае не снизился. Потому что мы стоим на позиции смешанной формы обучения. И электронная форма обучения позволяет нам увеличить объем аудиторных занятий в форме тренингов, мастер-классов, проработки конкретных навыков. То есть все, что можно вынести за рамки кампуса, это комфортно и удобно. Поэтому сокращения мы у себя не замечаем, а вот работа над качеством, безусловно, происходит. Большое вам спасибо за интересную такую беседу. Спасибо. До новых встреч. Далее вас ждут другие новости. Через пару минут вернемся ко второй части программы. Поделись своим знанием. О чем рассказали студентам руководители структурных подразделений вуза. Это наше народное достояние, наше гостеприимство, наше радушие. Добро пожаловать! Как Казань встречает своих гостей и новых жителей. Татарстан стал одним из первых пяти регионов, где можно привиться от ковида с помощью назальной вакцины «Спутник Ви». Эта вакцина доступна и в университетской клинике Казанского университета. Препарат состоит из двух компонентов. Он вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость пациента с интервалом в три недели. Назальная вакцина отличается тем, что формирует иммунную защиту в месте, где вирус проникает в организм человека на слизистой носоглотке. Как и в случае с инъекциями, получать назальную вакцину от коронавируса могут лишь пациенты без симптомов ОРВИ и те, у кого нет медицинских противопоказаний к вакцинации. О том, какие еще события из жизни университета и республики произошли на этой неделе, узнаете из нашего дайджеста. В КФУ состоялось заседание ученого совета. Его впервые провел ректор вуза Ленар Сафин. В рамках заседания члены совета проголосовали за создание диссертационных советов, провели конкурсный отбор претендентов на замещение должностей преподавателей и приняли решение о присуждении ученых степеней. Преподаватели КФУ стали победителями конкурса «Золотые имена высшей школы». Наградой отмечены шесть представителей Казанского университета. Большинство из них – представители Елабурского филиала КФУ. В КФУ состоялся цикл встреч с директорами институтов, деканами и молодыми учеными вуза, которые добились успеха. Он проходил в рамках всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием», организованной Обществом знания. Участниками встреч стали Михаил Абрамский, Михаил Варфоломеев, Лилия Бакулина, Леонид Толчинский, Михаил Щелкунов и Андрей Киасов. В КФУ началась работа психологической клиники. Бесплатную консультацию здесь могут получить студенты и сотрудники вуза. Обучающиеся будут иметь возможность записаться на прием через личный кабинет студента. Психолог может провести, скажем, три, максимум четыре консультации. Сюда же входят и групповые часы работы. Кроме этого, психологи работают и дают заключения, рекомендации, соответственно, разрабатывают программы. Строиотряды Казанского федерального университета вернулись с целины. Два строительных отряда «Максимум» и «Орфей» работали на межрегиональной студенческой стройке «Пламя» в Ямало-Ненецком автономном округе. Командир одного из отрядов «Максимум» Александр Ясаков сегодня в нашей струде. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Первый вопрос. Сколько длилась ваша вахта и на каких объектах трудились ребята? Мы трудились на объектах обустройства университетского нефтегаза-конденсатного месторождения. Всего наша вахта длилась 62 дня, а рабочих смен было 53. А в чем особенность этой стройки? Межрегиональная студенческая стройка «Пламя» – это трудовой проект российских студенческих отрядов по обустройству университетского нефтегаза-конденсатного месторождения. А кто еще принимал участие в этом строительстве? Потому что звучит, конечно, довольно сложно. Помимо нас, студентов из Казани, принимали участие еще ребята с 8 регионов России. Это из Хабаровского края, из Хантамасийского автономного округа, Саратовской области и Краснодарского края. А в чем заключалась основная задача и работа именно стройотрядов? Наша работа заключалась в ремонтных и строительных работах на месторождении. Также мы занимались заливкой бетона и отсыпкой, планировкой грунта. Вот все-таки условия Крайнего Севера очень сложные, да? Хотя и у нас, и лето таким жарким выдалось, тоже можно назвать сложными такие условия. Но все-таки, как справлялись с ними? Бывали адаптация или летний период там тоже достаточно тепло? Ну да, соглашусь с вами, что условия Севера достаточно суровые. Но нам с ребятами удалось быстро адаптироваться. Ну, на удивление, на удивление, возможно, нам повезло, этим летом было довольно много солнечных дней. А как устроен быть стройотрядов? Кстати, в вашем отряде девушек принимают или нет? На вахте мы жили в комнате по 7 человек в общежитии. Девушек, к сожалению, мы пока что не принимаем свой отряд. Но такая практика в республике Татарстан есть. Уже существуют специализированные студенческие строительные отряды, женские. И, возможно, в ближайшем будущем в КФО мы такой же создадим. А были ли какие-то экстраординарные, интересные случаи из жизни стройотрядовцев? Может, вспомните? Ну, сразу вспоминается Целина 2020 года. По правилам мы должны были пройти двухнедельный карантин в комнатах по 2 человека. И чтобы скрасить наши вечера, мы выходили на балконы и пели отрядные песни. Вот насколько я понимаю, это, кстати, о том, чтобы раскрасить наши вечера, да? На Целине есть время не только для работы. А как проходит досуг? У нас проводятся мероприятия Спартакиада, Целинный Новый год и, допустим, фотоконкурс. Вот я знаю, что в творческом фестивале спортивных состязаний студенты КФО показали себя с лучшей стороны, да? Расскажите об этом, пожалуйста. Да, действительно, нам удалось одержать победу в творческом фестивале на Целине. Также в конкурсах Целинных Лагерей и Агитплакатов мы заняли третье место в конкурсах. Что касается спортивных состязаний, это третье место в турнире по варьболу и второе место по соревнованиям ГТО. И итогом всех побед наших стало второе место по комиссарской деятельности, среди всех отрядов. Ну, главное все-таки это производственные показатели. Как здесь поработали вы? Да, соглашусь, производственные показатели очень важная вещь настройки. Подсчет коэффициентов и расчет объемов работ вел себя каждую неделю. И в итоге мы заняли третье место в общем рейтинге отрядов по производственным показателям. А это как считается? Сколько вы, я не знаю, принесли мешков или сколько намешали? Ну, грубо говоря, да. Если мы говорим, допустим, о отсыпке и планировке грунта, то это считается в кубометрах. То есть сколько отсыпали песка или сколько спланировали. То есть это считается в квадратных метрах и так далее. Ну и о своих личных достижениях тоже расскажите. Ну, по итогам Целины я стал лучшим командиром межрегиональной студенческой стройки «Пламя». А Антон Головизнин, исполняющий обязанности комиссара, стал лучшим комиссаром. А также наш боец Михаил Падыганов стал лучшим бойцом Целины. Вы не первый год представляете и возглавляете отряд. Как вообще пришли в это движение стройотрядовцев? Что больше всего нравится вашей работе? Ну, это уже моя атлети Целина, уже в качестве командира. Пришел я в атлет в 2019 году и ни разу об этом не пожалел. Куда нужно прийти, написать и как в течение года ведется подготовка ребят? Бойцом студенческого атлета может стать любой желающий студент. Хочу сказать, что здесь можно не только заработать денег, а также раскрыть свой творческий и управленческий потенциал. Чтобы вступить в студенческий атлет, достаточно оставить заявку в группе ВКонтакте штаба студенческих атлетов КФУ. Ну, а в течение года мы организуем и участвуем в мероприятиях различного уровня. Это вузовских, региональных, всероссийских. А также оформляем документы к выезду на Целину. Вот вы сказали, да, что все-таки не только денег заработать, а сколько можно заработать? Ну, так, примерный диапазон. Ну, если мы говорим о строителях, то это больше 100 тысяч за два месяца. Это за год столько стипендий не приходят бюджетнику? Ну, если базовая, да, то можно сказать так. А студентом какого института и какого курса вы являетесь и кем в будущем планируете стать? Я являюсь магистром второго курса института физики. И в будущем планирую стать специалистом в области нанотехнологий. Как вы думаете, что даст опыт работы в строитрядах вам в будущем в вашей профессии? Ну, во-первых, это профессиональный опыт. Также на должности командира я приобрел навыки управления рабочей группой людей. И также навыки коммуникации с руководством, что, несомненно, принесет мне пользу в будущем. Большое вам спасибо за интересную беседу. Ну, и в следующем году, я думаю, снова поедете. Да, конечно. Спасибо, удачи. И вам спасибо. Свод правил общения в соцсетях разработан специально для глав регионов России. Среди рекомендаций того, как ввести свои аккаунты, это использовать живой язык, регулярно размещать фото и видеоматериалы, а главное – оперативно отвечать на вопросы. Сейчас в России 83 главы регионов ведут свои аккаунты в социальных сетях. Их интернет-активность, открытость напрямую перетекает в рейтинг доверия, уверены эксперты. Напомним, правительство страны обязало государственные органы, подведомственные организации и суды зарегистрироваться в двух российских популярных социальных сетях – ВКонтакте и Одноклассниках. В официальных аккаунтах должны размещать отчеты о проводимых мероприятиях, номера телефонов для связи. Также госорганы должны комментировать актуальные вопросы и проблемы. Требования вступают в СИУ 1 декабря. Какие темы стали актуальными для татарстанцев и моего соведущего Леонида Толчинского, мы узнаем из его авторской рубрики. И снова с вами «Смотрите сами». Очень приятно вновь в рамках итогов недели встретиться с нашими зрителями. Надо признать, что условный период отпусков был совсем даже не отпускным по событиям, что происходили вокруг. А это значит, что количество проблемных тем для нашего обсуждения не только не иссякло, но и заметно приросло. Выбрать из них какое-либо одно для нашего первого разговора весьма трудно. Поэтому давайте продолжим сказанное ведущим программы относительно строгого указания ведомствам вести свои аккаунты в социальных сетях российского производства. На мой взгляд, это весьма правильное и давно назревшее решение. Но почему только ведомством? И почему с 1 декабря? Открыть аккаунт в социальной сети – дело нескольких минут. Зачем и во имя чего ожидание в три месяца? Во-вторых, почему только собственно ведомством? Решение должно столь же жестко распространяться и на людей, которым доверено возглавлять те или иные государственные и муниципальные структуры. На депутатов всех уровней, сенаторов. Отлично, что 83 главы субъекта федерации ведут свои странички в социальных отечественных соцсетях. Но давайте зададимся вопросом, сколько из них делают это лично и с какой регулярностью? Очевидно, что настало время, простите за грубый термин, принуждение максимального числа руководителей выходить на новый, который уже давно не новый для населения, уровень открытости и публичности. Что это даст? Не только своевременное информирование подчиненных и всех небезразличных о том, что данный руководитель делает позитивного и реально нужного в своей сфере. Не просто молниеносную обратную связь. Во-первых, ответственные мужи, наконец, досконально, сами, лично, без посредников поймут, как, собственно, работает виртуальное пространство. Какие секреты таит себе сеть? Что именно и в каких объемах там витает и почему? Что называется, понять, как растет трава, еще мало кому помешало в жизни. Во-вторых, поддержка на словах процесса цифровизации станет более предметной и точечной, когда цифровые платформы со всеми своими плюсами и минусами станут личными инструментами решателей. Даже те же многочисленные решения о судьбах интернета, которые возникают то тут, то там, станут более прагматичными и актуальными и реализуемыми. Сейчас же мы видим, как зачастую принимаются законные решения, относящиеся к теме цифровизации, которые либо невозможно исполнить, либо они запоздалые, либо преждевременные, либо и вовсе вредоносные для желаемого успеха в деле цифровизации общества. Ну и уж совсем очевидно, что руководители должны на деле, а не на словах, полюбить отечественные социальные цифровые платформы, выработать на основе знаний всех их возможностей живые и востребованные регламенты работы в них, формировать более качественный и актуальный заказ на обновление и расширение функций. К слову, самих функций и возможностей в наших соцсетях предостаточно, чтобы с максимально плотно и с большой отдачей работать с общественностью. Вконтакте обогатит, на мой взгляд, чиновников инструментами эффективной работы с той же молодежью, куда быстрее и разностороннее, чем попытки придумать в кабинете некие акции, подотносить на узкие группы и интересы. Ну и, конечно, не только через средства массоинформации, но и в социальных сетях должны в жестком регламенте размещаться и разъясняться все решения, действия, включая финансовые, кадровые. Я уже не говорю, что приход сети людей, принимающих и формирующих решения, привнесет в них чисто математически больше конструктива, иногда позитива, аналитики, взвешенности. Так что решение о принуждении к соцсетям, безусловно, громадный шаг вперед. Но следует уже думать и о следующих шагах, иначе все может вылиться в очередную профанацию и имитацию бурной социально-сетевой деятельности. Пока же ждем 1 декабря. Всего вам доброго. Столица Татарстана стала победителем в пяти номинациях международного конкурса «Город, где хочется жить». Казань перестает быть туристическим городом одного-двух дней. Сюда приезжают гости уже на гораздо большее время для отдыха, работы. А есть и те, кто переезжает сюда на годы и остаются навсегда. Казань традиционно входит в список городов-лидеров, которым россияне и иностранные гости проявляют постоянный интерес. Среди них и те, кто выбирают для учебы Татарстан. Привлекает их и то, что Казань – это город, который принимает людей абсолютно разных национальностей и конфессий. Казань вошла в тройку городов России с самыми счастливыми жителями. Для всех тех ребят, которые выбирают Казань для учебы, проживания или пока думают об этом, мы покажем Казань такой, какой ее любим сами. Чем город привлекает гостей, увидела Софья Орлова. Казань – город с многовековой историей, смешением культур и тысячами студентов, которые ежегодно приезжают сюда. В этом году столица Татарстана вошла в тройку лучших городов для жизни молодежи. Хорошая экология, развитая сеть дорог и общественного транспорта, современные городские пространства и исторические здания. Все это создает комфортную среду для проживания, учебы, работы и отдыха молодежи. Казань отличается от многих городов симбиозом культур. Здесь православные мусульмане поздравляют друг друга с праздниками. Православные храмы стоят рядом с мечетями. В центре города расположены синагога, католические храмы и протестантские церкви. Уважительное и доброжелательное отношение к представителям разных конфессий и национальностей – одно из главных качеств народа Татарстана. Когда я был в Индии, я думаю, что это только возможно только в Индии, когда я в интернете нашел, что Метель Кульшариф находится очень рядом, крепославянский собор в территории Кремла. И мне это очень удивительно, что в России тоже так возможно. И здесь очень спокойно живут люди одновременно в одном месте – и татарские, и русские. Сердцем города является Казанский Кремль, который в 2001 году был включен в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО. Наш город абсолютно уникальный, с уникальной историей, с гостеприимными людьми. Это наше народное достояние, наше гостеприимство, наше радушие. И здесь, конечно, можно говорить о том, что город Казань является одним из ярчайших примеров вот такого мирного и дружелюбного проживания разными народами в нашем великолепном городе. Самое новое строение на территории Казанского Кремля – мечеть Кулшариф. Она строилась с 1996 по 2005 года и сегодня является одной из крупнейших мечетей Европы. Само здание мечети вмещает тысяч человек, а площадь перед мечетью – еще 10 тысяч. Раньше в Кремле уже была мечеть, одна из самых красивых в мире, но в 16 веке ее разрушили. Имамом той соборной мечети был Сид Кулшариф. Он у нас отважно сражался, просил войск Ивана IV, но, к сожалению, пал, погиб вместе со своими учениками, шакирдами. Но память о нем осталась, да, в виде названия этой мечети – мечеть Кулшариф. Недалеко от мечети находится Благовещенский собор – старейшее здание на территории Казани. Но самым популярным местом Кремля является башня Сюмбека. Это смотровая башня высотой 58 метров. Точное время строительства неизвестно, но историки предполагают, что это было начало 18 века. Она известна тем, что имеет наклон в 2 метра относительно центра оси и красивой легендой о прекраснейшей из татарских цариц. Когда-то в далеком, как говорят, да, легенды гласят в 16 веке, Иван IV был очень влюблен в царицу Сюмбеке, которая, как говорят, обладала редкой красотой, была очень мудрой женщиной-правительницей. И вот, услышав о всех ее таких положительных качествах, достоинствах, Иван IV сделал ей предложение руки и сердца. Но гордая царица Сюмбеке ответила отказом. Тогда Иван IV второй раз пришел к стенам Казанского Кремля, уже иначе ее просил. На что царица Сюмбеке была вынуждена согласиться на это заманчивое приглашение, предложение руки и сердца. Но это была хитрая татарка. В качестве свадебного подарка она потребовала построить самую высокую башню в городе за 7 дней. Иван IV принимает все эти условия, сюда приезжают самые лучшие мастера, начинают выстраиваться. Вот в первый день был выстроен первый ярус, во второй день второй. И на исходе седьмого дня башня у нас была готова. И вот в разгар свадебного пира царица Сюмбеке просит разрешения забраться на самую вершину этой башни, потому как это была самая высокая точка в городе. И ей нужно было еще раз заглядеть в последний раз с окрестностей своего города, потому как она уже должна была направляться в Москву. И, как вы уже догадались, да, царица Сюмбеке взбирается на башню и спрыгивает с нее, так и остается независимой и самостоятельной. В Казани можно встретить и другие места с древними легендами, например, озеро Кабан, на дне которого по преданию хранятся сокровища. Есть ли они там тайна, пока никто не достал. Но для казанцев и гостей настоящим сокровищем является инфраструктура города. Вокруг озера Кабан выстроена современная набережная длиной в 3,5 километра, где люди гуляют с семьями и друзьями. А летом на специальных площадках набережной проходят крупные городские мероприятия, показы кино, публичные обсуждения и маркетплейсы. Также в городе большое количество парков и скверов, театров и музеев. Проходят музыкальные фестивали и развита современная молодежная культура. Во дворах, на набережных и в многочисленных скверах в разных районах города расположены спортивные площадки с современными тренажерами, где занимаются жители близлежащих домов. В Казани большой опыт проведения международных событий. Универсиада в 2013 году, чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат мира по футболу. Поэтому у нас вся инфраструктура готова к приему иностранных туристов. В кафе и ресторанах Казани меню на английском языке. Для партии в отелях вообще обязательным условием является знание английского языка. Ну и в целом инфраструктура также подготовлена и дает более комфортное пребывание иностранным гостям, включая и общественный транспорт, остановки. Специальные, я имею в виду, уличные знаки, такие как карты туристические, указатели, пюпитры. Недавно Казань попала в топ лучших городов для жизни молодежи. Столица Татарстана вошла в тройку лидеров, впереди лишь Москва и Санкт-Петербург. В число критериев вошли возможности трудоустройства и карьерного роста, высокий уровень образования в высших учебных заведениях, наличие мест для развлечений и высокие заработные платы. Также важными критериями голосования были возможности соблюдать баланс между учебой, работой и личной жизнью и хорошей экологией. В городе работают разнообразные магазины с продуктами, от понятных и доступных продуктов до экзотических и, конечно, национальной татарской кухни. Каждый, кто приедет в Казань, сможет найти то, что ему нравится. Такое смешение разных культур и религий, современные общественные пространства, исторические памятники, разнообразные возможности культурного и активного отдыха, развитие современных мировых компаний с рабочими местами для молодых специалистов делают Казань комфортной для жизни, где каждый находит то, что ему интересно. А город встречает каждого со свойственным ему теплом и радушием в своих лучших традициях дружбы народов. Софья Орлова, Андрей Багаудзинов. КФУ. Итоги недели. Труден лишь первый шаг. Был уверен римский ученый, энциклопедист и писатель первого века до нашей эры Марк Теренций-Ворон. Новый учебный и научный год будет плодотворным и интересным на событиях. Мы уверены в этом. Встретимся через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова